Ну что, начинается прогулочка. Слова, слова, слова. Слова их значения, пожелания, тайные смыслы действия. Частица не не читается, она как-то не обозначается там в верхних эшелонах, тонких эшелонах пространства, она не действует. И вот я выхожу, приехали ремонтеры, которые что-то там копается, интернет настраиваться, на столбу. Я им доброго здоровица, а не мне. И вам не хворать. Частица не не читается, значит мне пожелали. Сейчас здороваюсь с мужчиной постарше меня. С двумя собачками ходит, гуляет. Я ему доброго здоровица, а он мне опять те же, и вам не хворать. Частица не не читается, остается то слово. Следите, следите за своей речью, вдумывайтесь. Так вот, какие-то такие фразы. Лишь бы бросить. Лишь бы бросить, и потом будем удивляться, что что-то такое происходит. Вот она, это моя подружка или дружок. А, нет, это дружок, 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 дружок. Вот. Вот еще дружок, а то черный, я не знаю. Встал. Особо мне так не хотелось на прогулку, но окунулся в бассейник, позавтракал. Вот какое-то дело все-таки надо делать. Какое-то вот простое дело, но регулярно. И вот это вот регулярно, дорогого стоит. Очень дорогого. Дождик был сильный такой, ливень. Умылся, смочился. Ну вот. И мы пошли. Пошли. Так как я ютубер, ютубер. Какие у меня достижения? Два миллиона просмотров. Рубеж пройден. Двухмиллионник. Подходим к пятнадцати тысячам подписчиков. Ну, что можно сказать. Вот некоторые, когда слишком много отзывов, они практически их особо и не читают. Просто такой вал идет. И вот действительно где-то еще дело пошло к пятнадцати тысячам. Я еще читаю, отвечаю. То есть я справляюсь с этим наплывом. А если будет сто пятьдесят тысяч? Вроде бы хочется подписчиков. Все это там такое. Что там за? А другое дело, со всем этим желательно-то и работать. Прочитать. А хотелось бы что-то и ответить. Ну так как довольно-таки много уже видео на самые разные темы. И человек зашел на канал и спрашивает то, что ты уже раз десять, если не более, уже повторил. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Дикая тютина. В свое время я на ней вырос. До семи лет я жил во дворе где был тютиновый сад. И мы летом все проводили на деревьях. Ели тютину. Так что тютину я знаю. Белый налив, красный налив. Крупная, мелкая, сладкая. Зеленая. Хорошо. Для меня самого неожиданно видео зависть набрала ну для меня огромное количество просмотров. Сколько там, тысячи тринадцать? ежели не более. Как-то для меня вот странным это. И в то же время появилась такая мысль посмотреть на эту проблему несколько иначе. вот я там рассказывал, что там была возможность, я там построился. То есть с точки зрения возможностей. Но есть и другая сторона. Ну что вы, ну что вы, ну что, 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 что. Не узнал, не узнал. Есть и другая сторона. я занялся вопросами оздоровления, самосовершенствования настолько глубоко, что в начале я подыскивал работу, которая бы позволила иметь свободное время для этого. я работал водолазом. Там зимой так сутки дежуришь, трое дома. Ну и там, естественно, зимой сидишь на спасательной станции. Вот я брал с собой пишущую машинку, книги и одно строчил, строчил, строчил. То есть это какая-то была какой-то период такой. увлеченный, очень сильно увлеченный. Просто горел вот эти вот получения знания. Я и сейчас горю жадный до знаний. Вот. А дальше, дальше, когда вот там первая брошюрочка появилась, я еще работал там на спасательной станции, я еще сделал следующий смелый шаг. Вообще, уволился. Я мог работать начальником спасательной станции. Сам себе хозяин там пришел, то, все. но даже это я не захотел. То есть, вот, взял ответственность за все, что со мной происходит. И эта же ответственность распространилась и на мою семью. Мне лишь надо закормить. Что я уволился. То есть, такой смелый поступок. Смелый поступок и я примерно с года 1992 нигде и по настоящий момент нигде не работаю. Но сейчас я уже вроде как на пенсии. Вот. И я только занимался этим делом. Вот. писал. Какие-то денежки были. Я на них издавал свои там первые эти брошюрки. Распространял, читал. То есть, был сделан вот такой шаг. Была сделана такая работа. Интересно. То есть, человек, который нифига нигде не работал официально. Занимался своим делом. Верил в это дело. Верил, что нам надо. Но я не думал, что она что-то там такое принесет. И вот я вот такая мысль возникла, что мне оттуда позволили жить по-человечески. не более того сделать домик, приобрести садик для того, чтобы дальше продолжал спокойно всем этим делом заниматься. позволили позволили и дали средства, потому что в том, чтобы построить дом, кроме меня, и там никто не был заинтересован. Все были заинтересованы только в том, как бы на этой стройке поиметь строителей и прочие-прочие-прочие люди, которые вокруг меня были. У них была одна задача. Как-то вот от него идут деньги. Надо подсесть. Подсесть, так сказать, ему на хвост и вот какие-то там кусочки, кошмачки, крохи и шматки иметь. Это издатели, распространители, тут уж, как сказать, тут нельзя сказать, но тем не менее, некоторые люди только на моих книгах, вот они ими торговали и хорошенько подзаработали. То есть феномен я, будучи не безработным, дал работу огромному количеству людей. И вот это как-то тоже интересно послужило тому, что мне позволили сделать вот такой домик, то, что я имею. И вот тут, вот тут, когда мы видим, важно понимать механизм, как, за счет чего, ничего не делал, не производил, не воровал, не грабил, а вот для всех в городе это было непонятно. Даже начальник милиции говорил, в городе один человек построил дом честно, это я. Больше никто. То есть вот с этой точки зрения интересно подойти. За всем, что мы видим, видимым, стоит мир невидимый. И вот как мы с ним взаимодействуем. Вот это совершенно иное, которое человека поднимает непонятным вроде как образом и также и опускает для нас неведомым образом. А в действительности на все есть свои причины, свои действующие силы и свои наработки. вот неожиданно я рассказывал рассказывал про дом, там много-много вообще там сделал видео, а это вот на вопрос подписчика, который вот я вам там завидую, я возьму еще разок там скажи, это видео выстрелило таким вот образом. Удивительно. Ну вот, поделился с вами еще одними мыслями. Мыслитель, философ, главный действующий у нас инструмент это ум. Как вы им работаете, кто будете иметь и в какую сторону. Что, кстати, у меня в свое время просили деньги взаймы, потому что они посчитали, что это какие-то чистые деньги, полученные не на каких-то грязных делах, а полученные вот без каких-то там сомнительных действий. Ну вот интересно, интересно мужики лежат. И я беседую с вами на разные темы. У каждого человека что-то творится в голове. И я думаю, в этом вы похоже на меня что-то человек скрывает от других, но сам-то с собой, сам-то с собой. Тем не менее, он честен, либо не хочет это признавать. И вот самое интересное, в глубине любого сознания лежат какие-то как бы сказать файлики, назовем их так, файлики недовольства, раздражения, разочарования, вот которые как бы сказать нет-нет, активируются. И тем самым оттуда у нас идет настроение. То есть откуда идет настроение? Настроение идет настроение идет именно вот оттуда, из глубин нашего сознания, в котором лежат разного рода как можно сказать на полочках различные различные бы говорить различные информации ага, хочу там то, что-то в основном на хотелках хочу это, хочу, 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 а хотелки не сбывается. И вот как это все примирить так, чтобы это хотение вышло в нечто иное, либо преобразовалось, вот это уже хорошая работа для сознания. Вот как-то мы на передаче говорили с вами, в смысле на моем уже видео, что вот тут заболел человек онкологией, там крайне неприятно, там умирает, ну один говорит, ну это, конечно, неприятно, да, слову нет, но есть еще более ужасные вещи, ну вот с одной из таких вещей я столкнулся еще в своем детстве. Сколько мне там было, когда начинает ребенок соображать, годика 4-5. В нашем доме жила семья пожилых людей, ну примерно возраста такого, как я, они в то время были, возможно, там постарше, естественно, выглядели более, так сказать, поношенной жизнью, потому что там война за плечами, короче, у них была дочка, дочке наверное было лет 8-9, а это конечно что-то было, что-то было, то есть это было практически животное, которое не говорило, которое понимать еще понимало, естественно, соответствующим образом себя ввела, была одета в одежду, слюна бежала, это было, это было что-то такое, знаете, хрен, вы знаете, даже как сказать какой-то укор вот этим вот родителям, что у них вот такой вот ребенок, родился ребенок, я даже не знаю, как это высказать, и вот сейчас, почему это мне вспомнилось, сейчас я увидел отца с сыном, что там они ему лечили, то есть сын, вроде как взрослый человек, но настолько залеченный, а все потому я гляну, у отца на ногтях грибок, и у него грибок на ногте, что возможно начали его лечить, отчего-то не понимая, что там внутри грибок, и настолько они все это, как бы сказать, ну, такое впечатление, размножили этот грибок, что он приблизился к состоянию овоща, еще немножко, это вот будет то, что надо, еще он уже плохо говорит, плохо соображает, ему уже ничего не интересного, он плохо ходит, но тем не менее, вот отец уже старается его вытянуть, понимаете, из этого состояния, говорит, кому только мы не обращались, ай, сколько денег, сколько, сколько всего, но когда нету, нету попадания в цель, то все оказывается бесполезно, и вот, вот эти вот дети, которым мы не в силах помочь, по своему незнанию, или еще там почему-то, да, ты вроде здоров, ты вроде там и у тебя и дела нормально идут, а вот ребенок, это какая-то огромная кармическая гиря, которая тебя придавила и тащит, и ты не знаешь как, как от этого избавиться, вот это вот страшная вещь, это возможно даже намного страшнее, чем там летальный исход, жил-был нету, а тут вот она живет и не то, и не все, и, 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 и никто, и не как, да, поэтому отцу, говорит, пришлось мне самому взяться, что-то делать, что-то, какие-то улучшения есть, ну, 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 да, ну, что, наша прогулка подошла к концу, благодарю за просмотр, если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик, и подпишитесь на канал, ваше участие развивает канал, и способствует его продвижению, вы можете посетить, бесплатно, мою авторскую библиотеку, на сайте, Малахов ПРО, доброго здоровьица, и до новых встреч, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok